Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Васильевский остров и у нас в студии чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине, господин Джоэл Леон. Добрый вечер, господин посол, какова цель Вашего визита в Днепр? И, коль уж визит этот заканчивается сегодня, хочу спросить Вас о тех впечатлениях, с которыми Вы уезжаете из нашего города. Мне очень приятно, что я приехал сюда, и у меня есть три конкретных цели. Прежде всего, я здесь для того, чтобы вручить титул праведника народов мира людям, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Это самый высокий титул, который государство Израиль присваивает кому-то, кто не является евреем. И второй целью моей была, конечно же, посетить очень активную, очень яркую еврейскую общину в городе Днепр. Я знал, что они очень активные, что они очень предприимчивые, но, действительно, впечатления были самые лучшие. И в-третьих, мы хотели бы обязательно увидеть с мэром, что мы сделали, и с представителями бизнеса, чтобы посмотреть, где мы можем с коллегами здесь посотрудничать. Спасибо. Можем ли мы после Ваших встреч с мэром, с еврейской общиной, говорить о каких-то уже конкретных инфраструктурных проектах, которые будут реализованы или планируются реализовать в Днепре с участием израильской стороны? Конечно, мне хотелось бы похвастаться, что такие проекты уже есть, но, по-честному, это, думаю, первый визит, и поэтому он был такой носил характер ознакомительный. Мы определили области, в которых мы могли бы посотрудничать, и мы уже дальше будем готовиться. Господин посол, Вы вступили в должность чуть больше полугода тому назад. Вы уже успели определить для себя, что это за страна Украины, какие люди здесь живут в этой стране? Понятли ли Вам уже основные политические и социальные тенденции Украины? Это уже скоро год, как я вступил в должность, послал в Украине, и, поверьте, за это время я посетил очень многие уголки Вашей страны, и вижу, что народ абсолютно великий, народ абсолютно классный. Да, есть проблемы, но эти проблемы есть и в большинстве других стран. Исходя из того, что в политике, как было сказано одним человеком, нет ни друзей, ни врагов, есть только интересы, можете ли Вы сказать... Генерал Дегол. Так, да. Какие интересы в Украине и у государства Израиля? Прежде всего, экономия. Я думаю, что, потому что у нас много людей из украинской исхода в Израиле, и потому что у нас общая история, которую у нас между нашими людьми, мы строим брыжи в области экономии. Так, мы видим... Да, самый главный интерес – это экономический интерес. В Израиле очень много людей из Украины, и мы очень близки к культурам, и мы очень близки к пониманию. Поэтому нам хотелось бы выстроить, прежде всего, экономические маслы, взаимодействовать. Как Вы знаете, какое-то время назад между нашими странами было подписано соглашение о свободной торговле. Да, сейчас несколько непривычная ситуация – у Вас нет парламента, у нас нет парламента, но мы же понимаем, что он когда-то будет, поэтому вопрос всего лишь во времени, это соглашение обязательно будет ратифицировано. А так, вот направление в бизнесе – это, прежде всего, сельское хозяйство, это медицинское оборудование. Вы предугадали мой следующий вопрос, он был о соглашении как раз об экономическом сотрудничестве. Чтобы вступило это соглашение в силу, оно должно быть ратифицировано КНЕСЭД и Верховная Рада Украины. У нас сейчас, я думаю, старый состав Верховной Рады уже этого не сделает, новый, ну, кто знает. Как Вы считаете, смена политической власти, смена политических, может быть, настроений в Украине, они могут как-то повлиять на судьбу этого документа? Вопрос решен, вопрос о технической плоскости, никаких сомнений в том, что он будет ратифицирован, нет. Сегодня в Украине много говорят о трудовой миграции, о том, что люди уезжают в другие страны в поисках лучшей доли. Увеличилось ли количество граждан Украины, которые приезжают в Израиль на заработки, заработать деньги? И как относятся к этому официальные власти Израиля? Да, действительно, у нас есть нелегальные иммигранты из Украины, и, честно говоря, мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой и искали правильную жизнь и счастливую жизнь в Украине. Мы хотим, чтобы 2 тысячи строительных работников, конструкционных работников, в 4-5 профессиональных конструкциях. Единственное, что они должны делать, это идти в один из рабочих центров, в одной из городов, в которой они живут. Скажите, что они интересны, чтобы иметь правильное работа в Израиле. Но, с другой стороны, у нас абсолютно официально вывешены вакансии примерно 2 тысяч сотрудников, которые нужны на строительные работы, 4-5 профессий. Поэтому все, что мы просим, чтобы люди официально обратились в свои центры занятости, которые находятся в их городах, и получили полноценную нормальную и социальную поддержку, и все бумаги, чтобы были заполнены, чтобы они чувствовали себя людьми. Мы готовы принять этих людей, но мы хотим, чтобы они приехали официально. Спасибо. В начале мая в Тель-Авивском университете представили доклад о распространении антисемитизма в мире в 2018 году. Согласно исследованию, уровень антисемитизма за прошлый год вырос почти во всех странах. Лучшие несколько показателей даны по Восточной Европе. А в феврале этого года президент Франции Макрон заявил, что антисемитизм достиг хуже уровня со времен Второй мировой войны. При этом в Восточной Европе количество таких случаев остается значительно ниже, чем в Западной. Согласны ли вы с таким заключением? Если да, то чем это объясните? И насколько сильны, на ваш взгляд, ксенофобия и антисемитизм в Украине? Я хочу ответить вам вопросом на вопрос. Что такое антисемитизм? Если у вас нет определения, что такое есть антисемитизм, то очень сложно говорить, есть ли антисемитизм в данной стране или нет. И мы также, прежде всего, просим, чтобы Украина приняла определение слову антисемитизм, который происходит из Международного института памяти Холокоста. Только недавно Франция приняла его, это определение, которое не обязывает к действию, то есть на каком-то этапе это будет обязывающим к действию. И тогда уже можно идти с такими случаями в суд и подавать людей в суде. Германия сделала точно так же. И тогда, если мы примем это определение, то тогда мы сможем выделить между воинствующим антисемитизмом, латентным антисемитизмом, а также отрицанием Холокоста. А также противоизраильским, антиизраильским, я меняю слово еврейский на слово израильский, которое также входит в определение Международного института памяти Холокоста. Согласно данному определению, в Украине у вас очень низкий уровень воинствующего антисемитизма. Но достаточно высокий уровень латентного. Проглядывается антисемитизм в некоторых газетах, в том, как люди общаются, в некоторых публикациях в социальных медиа. И вот, например, один из последних примеров, о которых я слышал на прошлой неделе, Равин был в Киевском парке, его увидели какие-то молодые ребята, и они сделали приветствие как Гитлера и опозвали его евреям. И поэтому, да, тут, может быть, нет воинствующего, то есть никакого насилия не было применено. Но, тем не менее, если мы говорим об этом в Украине, то нужно определить его и понять, что это не какая-то российская пропаганда. В последние годы в Украине, это в продолжение вопроса, заметно усилились национально-патриотические настроения. Один из наглядных примеров тому, это снос, допустим, памятников эпохи советской и героизация героев, в смысле, лидеров национально-освободительного движения, таких как Шухевич, Бандера. Как такие тенденции воспринимаются в Израиле? Только сегодня утром мы, я и посол Польши, написали совместное письмо в адресе мэра города Имана Франковска, протестуя против открытия памятника Шухевичу. Мы, как государство Израиля, не можем принять такой факт, что кто-то, кто носил униформу СС, преподносится детям как герой. Мне не важно, делал он что-то плохое или нет. Тот сам факт, что он носил униформу СС, это проблема. Поэтому мы выступили с предложением к мэру Ивана Франковска помочь детям в изучении еврейско-польско-украинского наследия, чтобы это было в полной мере. Мы предложили поизучать истории жизни тех людей, которые спасали евреев, своих соседей, а не тех, которые убивали. Спасибо. И, наверное, последний вопрос. Украина давно декларировала, а недавно закрепила в Конституции свои евроатлантические стремления. Скажите, какие, может быть, из опыта вашего государства, скажите, какие главные трудности предстоит, на ваш взгляд, преодолеть нам на этом пути, и что нам может помочь, и что помешать пройти эту долгую дорогу? Я не вмешиваюсь в ваши решения. Очень здорово, когда страна принимает что-то демократическим способом и борется за свои решения. Только в демократии возможны подобные вещи. И это то, что вы делаете. Поэтому я предлагаю, чтобы вы, я советую, чтобы вы консолидировали работу ваших демократических институтов. Это поможет вам. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, мы общались, у нас в студии был чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Украине, господин Джоэл Леон. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.